Доброе время суток, уважаемые родители! Мы продолжаем с вами курс обучения детскому массажу. Надеюсь, что вы попробовали, как это осуществлять на передней поверхности тела ребенка. Сейчас мы с вами продолжим наше обучение, и положение ребенка изменилось, он лежит на животе, причем, посмотрите, естественно, дети, скажем, более уже старшего возраста, да, сразу же выставят руки вперед, вот будет вот такое положение, или голова будет вот так, он будет на руках. Это не имеет значения, имеет значение другое. Значит, я вам скажу в процессе, мы осуществляем поглаживание, и поглаживание спины осуществляется от ягодиц к шее вдоль позвоночника, осуществляется, смотрите, движение вверх мы осуществляем ладонью, движение вниз мы осуществляем тыльной стороной кисти, не ладонной, да, то есть мы ведем вот так, обратно легкими движениями, да, мы ведем. Можно делать наоборот, тогда упор идет тыльной стороной пальцев сюда, и подушечками мы опускаемся вниз вдоль позвоночника. Напоминаю вам, что сам позвоночный столб мы не трогаем, нельзя осуществлять массажные движения на позвоночнике, поэтому мы проходим вдоль, да, и поглаживаем вниз, возвращаясь в следующую половинку, проходим вдоль, вот. И здесь можно пройтись ягодичные мышцы, можно пройтись легкими движениями подушечек пальцев по часовой стрелке, да, осуществляя опять такие движения, раз, вот, этими фалангами пальцев надавливаете, и легкое движение обратно. Если ребенок еще маленький, он плюхается и не может держать голову и верхнюю часть туловища, то одну руку мы подкладываем, да, делаем упор, ребенок приподнимается и лежит на вашей руке, а вторая рука осуществляет массажные движения. Это мы с вами поговорили по поводу поглаживания. Соответственно, следующее движение, о котором мы будем говорить, это растирание. Растирание осуществляется гораздо немножко более разнообразно, чем поглаживание. И этот прием способствует активному кровоснабжению органов и тканей, улучшается питание тканей, оказывает положительное влияние на кожу и кожные ткани, на мышцы, сухожилия и связки. Растирание мы проводим в основном, особенно для ребенка первого года жизни, подушечками пальцев, своими только подушечками. Движение проводится быстро, в отличие от поглаживания, активно, вот, с небольшим надавливанием. Причем, в отличие от поглаживания, пальцы не просто скользят, а сдвигают кожу. То есть, кожа должна быть подвижна, как бы, да? Вот, причем движение при растирании может быть достаточно разнообразно. Оно может быть зигзагами направлено, оно может быть спиралевидными. Да, то есть, зигзагами, вот, допустим, моменты идут. Оно может быть спиралевидными. И сейчас мы с вами это разберем. Значит, смотрите, мы осуществляем, допустим, если ребенок вот на спине, мы продолжаем, да? То подушечками пальцев, предположим, мы делаем вот такие движения, достаточно сильно надавливая. Вниз осуществляем поглаживание. Опять мы делаем движение, вниз осуществляем поглаживание. Мы делаем спиралевидное движение. Опять вниз идет поглаживание. Да, мы делаем по ягодицам. Точно так же по ногам. Посмотрите, мы делаем, да, движение у нас спиралевидное. Доходим до, либо до голени, либо до бедра. Все бедро допаховое. Нельзя прерывать движение на середине голени или бедра. Доходим либо до коленной ямки, либо до паховой складки, да, до ягодичной складки. Вот мы прошли, вниз опускаемся. Значит, подошву и пятку движения мы осуществляем подушечкой большого пальца. Вот фиксируем ногу. Вот давайте я обманчику разверну, покажу. Фиксируем ногу и осуществляем движение большим пальцем, надавливая достаточно активно по каждой поверхности подошвы. Да, и дальше переходим, можем переходить на движение руки-ног. То же самое мы делаем растирание на поверхности живота и груди, когда мы осуществляем движение по часовой стрелке. Вот мы ведем движение растирания. Может идти вот такое, но тем не менее круговые движения все равно осуществляются по часовой стрелке. Вот движение зигзагообразное, вот движение спиралевидное. Мы можем осуществлять вот такие движения. То же самое движение груди. Это уже движение более активное, движение более быстрое, резкое и глубоко, чуть глубже надавливание происходит. Точно так же мы работаем с передней поверхностью тела, осуществляем активное нажатие и вниз ведем поглаживание. У детей все движения лучше осуществлять от периферии к центру, то есть от стопы к бедру, от кисти к плечу и так далее, от живота в голове через грудь и так далее. Следующий вид движения, который мы с вами сегодня разберем, это разминание. Разминание движения, которое в основном направлено на успокоение, на создание спокойствия нервной системы. Усиление, прежде всего, лимфотока, который необходим для развития, для укрепления иммунитета, прежде всего. Кроме того, это движение разминания очень хорошо воздействует, пожалуй, лучше других, воздействует на суставы, связки и сухожилия, укрепляя их, поэтому правильный массаж, он не только дает возможность ребенку усилить крово и лимфоток, но и стимулирует мышцы и суставы, укрепляет их, и дети, получавшие массаж с раннего возраста, гораздо активнее развиваются. Они быстрее начинают все движения переворачиваться, садиться, ползать, ходить, они начинают раньше, то есть их мышцы и связки готовы к дополнительным физическим нагрузкам, поэтому они это дело и проходят. Значит, разминание в основном в детском массаже применяются такие движения, как щипцеобразное разминание или прием, который называется валянием. Сейчас я вам покажу. Это движение мы выполняем энергично, но нежно. Значит, щипцеобразное движение осуществляется тремя пальцами, указательным, средним и безымянным. Можно брать большой, указательный и средний. Обычно, посмотрите, мы делаем, не задевая позвоночник, распределили эти три пальца и ведем, как бы сдвигая кожу постепенно по всей поверхности. Вниз осуществляем поглаживание. Вот мы ведем по спине, вот ягодицы, вот здесь осуществляем, как бы зажим кожи между пальцами и самим телом. Кожа уходит вот сюда. Осуществляем движение. Значит, точно так же мы работаем с остальными мышцами. Прежде всего, это мышцы живота и груди. Чем мы можем выполнять это? Как одной рукой, если ребенок лежит самостоятельно, так двумя руками по очереди. Вот движение, которое можно осуществлять. При этом мы осуществляем периодически несколько раз поглаживание с другой стороны, как бы успокаивая кожу ребенка. Значит, при щипцеобразном движении, допустим, ноги, мы осуществляем движение вот по нижней участке голени и держим за стопу и осуществляем эти движения как бы, да, по всей поверхности ребенка. Можно осуществлять это, фиксируя ногу и работая большим пальцем надавливания. Да, вот, как бы, получается, что мы как валик прокатываем. Это так называемое валяние, да, посмотрите, как это осуществляется. Вот, мы прокатываем как валиком, оставляя даже какие-то полосы, да, получается. Вот, прокатывается валик. Точно так же можно осуществлять это на спине, прокатывая большим пальцем по широчайшей мышце спины. Еще раз повторяю, не задевая позвоночник. Итак, мы проходим по всей поверхности тела. О следующих движениях мы с вами, со следующими движениями мы с вами познакомимся на следующих занятиях. Пока тренируйтесь, осваивайтесь. Можете попробовать на папе сначала, как это будет выглядеть. Вот, и если папа останется довольным от ваших движений, можете переходить на ребенка. Желаю вам успехов в освоении этой трудной работы. Будьте здоровы, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова